Трудоустройство горожан с ограниченными возможностями здоровья – важная составляющая социальной поддержки. За этот год в Бердске трудоустроены 62 инвалида, 40 человек прошли профессиональное обучение. О том, какие в нашем городе существуют программы содействия трудоустройству инвалидов, мы вам сейчас расскажем. Найти подходящую работу – сложная задача, особенно для людей с ограниченными возможностями здоровья. Центром занятости населения города Бердска проводится целый ряд мероприятий, ориентированных именно на эту непростую категорию граждан. Специалисты центра оказывают людям с ограниченными возможностями комплекс услуг, включая профориентацию, психологическую поддержку, информирование о состоянии рынка труда. В данной категории граждан оказывается помощь в поиске работы с учетом их профессиональных навыков, опыта, режима работы и состояния здоровья. По программе «Временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы» до 2017-2018 год у нас было трудоустроено 62 инвалида. На момент трудоустройства гражданин получает не только заработную плату от работодателя, но еще и материальную поддержку в размере 4 250 рублей. Те граждане, которые в силу своего заболевания не могут трудоустроиться по имеющейся у них профессии или вообще не имеют таковой, они могут пройти профессиональное обучение по направлению службы занятости, по профессиям востребованной рынке труда. Так, в 2018-2018 год профессиональное обучение прошли 40 граждан с ограниченными возможностями здоровья, из них 12 граждан из Бирского общества глухих. Председатель городского общества глухих Сергей Полозюк рассказал, что в обществе зарегистрированы 80 человек. Этим людям с расстройством слуха непросто найти работу, однако на помощь пришел Центр занятости, организовавший курсы электриков. Туда поступило 12 человек глухих. Четыре человека, которые уже работают электриками, они очень довольны. И сейчас они просят, чтобы опять поступить учитель на повышение квалификации. Среди различных проектов, которые реализуются в Берске для берчан с ограниченными возможностями, в Центре занятости населения отмечают успешный старт специально для молодежи. Участвовать в этом проекте могут граждане от 18 до 44 лет, относящиеся к категории инвалид, и в том числе выпускники профессиональных организаций высшего и среднего образования. Центром занятости населения заключается договор с организацией с работодателем на временное трудоустройство инвалидов молодого возраста сроком на три месяца. На момент трудоустройства гражданину выплачивается заработная плата и плюс еще материальная поддержка в размере 6 375 рублей. Всего в этой программе приняли участие 15 берчан, из них 14 получили от работодателей приглашение на постоянную работу и закрепились на рабочем месте. Мы стали искать человека, который может организовать службу администраторов. В должности у нас называется старший администратор Евгений нашел вакансию нашу на сайте, позвонил, пришел на собеседование. В четвертом месяце уже работы, не было никаких нареканий, поэтому стали дальше сотрудничать. Под программу сопровождения инвалидов при трудоустройстве подразумевает субсидии из областного бюджета для общественных организаций и работодателей, рассказала специалист Бердского центра занятости населения Наталья Пчельникова. Первое мероприятие – это оказание услуг сопровождения инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. Размер субсидий составляет 4000 рублей в месяц за сопровождение одного инвалида. Период сопровождения – 3 месяца. Второе мероприятие предусматривает организацию социальной занятости инвалидов трудоспособного возраста со второй и третьей степенью ограничения способностей к трудовой деятельности, в том числе и для инвалидов молодого возраста, которым рекомендованы доступные условия труда под контролем других лиц. Это может быть инвалидность по нервным психическим заболеваниям, зрению, слуху, опорно-двигательному аппарату, то есть когда человеку необходимо, невозможно вернее обойтись без посторонней помощи. В этом случае работодатель должен обеспечить инвалиды наставником из числа своих сотрудников, который будет помогать ему решать возникающие вопросы, проблемы, контактировать с руководством, проводить обучение. Период участия в программе составляет 4 месяца, в течение которых работодателю возмещаются расходы на зарплату инвалида и его наставника. Общая сумма субсидий на одно рабочее место составляет порядка 109 тысяч рублей. Третье мероприятие направлено на сохранение рабочих мест, на которых уже трудятся инвалиды. Оно также предусматривает финансовое обеспечение расходов работодателей на зарплату инвалида в размере 18 200 рублей в месяц за одно сохраненное рабочее место. Период возмещения затрат 6 месяцев. В настоящее время уже поданы заявки на предоставление субсидий от 5 работодателей. Данная программа будет реализовываться до 2020 года, поэтому приглашаем к сотрудничеству работодателей, готовых организовать рабочие места для людей с ограниченными возможностями. Но и это не все. В конце года в Бердске планируется провести специальный тренинг для инвалидов, в том числе и молодого возраста. Также в Бердске пройдут специализированные семинары по организации предпринимательской деятельности и самозанятости инвалидов, а также мастер-классы ремесла. Бердчане с ограниченными возможностями здоровья, которые чувствуют в себе силы и стремление изменить свою жизнь, могут записаться на них по телефону 2-17-40 или обратиться по адресу город Бердск, улица Ленина, 40, кабинет номер 25.